В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о работе добровольцев и акции «Мы вместе». В гостях у нас старший специалист автономной некоммерческой организации Центр содействия развитию молодежи Приморского края Юлия Бурцева и Ирина Стадник, руководитель регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Девочки, здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос хочется Ирине адресовать. Акция «Мы вместе» мы о ней говорим не случайно, поскольку в декабре отмечается День добровольца 5-го числа 5-го декабря. И в связи с этим, естественно, вопрос к нашим самым главным краевым волонтерам. Что за акция «Мы вместе», о которой сегодня так много говорят? На самом деле, акция «Мы вместе» — это та акция, о которой говорят уже почти год, потому что она началась в марте этого года, когда все мы узнали о том, что такое коронавирус и какие последствия в связи с ним касаются всех и каждого. А региональный штаб, собственно, открылся с 23 марта и прекращал свою работу условно с июля месяца. Немного было передыху на 2-3 месяца. И вот мы снова открыты, снова действуем и работаем. Наш штаб направлен на помощь пожилым, маломобильным людям, которые не могут выйти из дома самостоятельно. Волонтеры помогают в доставке продуктов, лекарства, оплате услуг ЖКХ и какого-то мелкой помощи вынести мусор, погулять с собаками и что-нибудь такое. Но это всероссийская акция. Конечно. Мы присоединились ко всей стране и работаем в одном едином порыве. То есть акция, она изначально создавалась именно мы вместе, как направленная на помощь людям, которые столкнулись с теми или иными трудностями при пандемии коронавируса. У нас введен режим самоизоляции, особенно он актуален для людей возрастных, для маломобильных людей, которые не могут выйти на улицу. И вот акция направлена именно на помощь такой категории граждан. Волонтеры в большей части помогают именно им, потому что самостоятельно люди выйти на улицу не могут. Буквально если дома закончилась соль, выйти нельзя. Что делать? Можно оставить свою заявочку, и волонтер поможет. Юля, я знаю, что волонтеры акции «Мы вместе» в условиях чрезвычайной ситуации, которая была объявлена в Приморье, во Владивостоке после ледяного шторма, также присоединились и помогают. Так ли это? Да, все верно. Ребята-волонтеры, помимо того, что помогают в работе штаба, общая, так сказать, задача первоочередная, они присоединились к ликвидации последствий ЧАЭС. Они работали с МЧС, они помогали в пунктах раздачи горячего питания, там, где выдавали воду, газовые баллоны, газовые плитки. Они принимали участие в развозе продуктовых наборов, которые были сформированы бесплатно. Также они помогали чистить город от наледи, которая сковала, собственно, это все. Ну, в общем, везде, где была необходима помощь волонтеров, волонтеры везде принимали свое участие. То есть я так правильно понимаю, что ребята вышли с ломами, с лопатами, невзирая на свои другие какие-то обязанности, и пошли чистить город? Знаете, даже были очень интересные случаи. У нас присоединились ребята из студенческих отрядов, они вышли чистить снег в пятницу, в самый первый день, буквально снег, дождь только закончилась, они вышли чистить. В субботу они тоже приехали в город, начали чистить, убирать снег, и когда поняли, что работа на сегодня закончилась, и нужно уезжать обратно на русский остров, потому что они там живут, оказалось, что мост закрыт, и уезжать им некуда. Они очень долго мучились у нас целый день, вечером мы их смогли посадить на паром договориться, и только они сели на паром, как позвонили, сказали, слушайте, ну мы завтра, наверное, тоже приедем, паром же обратно пойдет, мы хотим убираться и помогать, давайте мы приедем. Ну, то есть самоотверженных ребят было очень много, которые сами просились, искали помощь, как ее оказать, кому, где, вы только направьте, мы готовы работать. Так кто все эти люди? Кто эти волонтеры? Все наши знакомые, кого мы видим на улицах, это и школьники, и студенты, активисты каких-то общественных организаций, чиновники наши городские, и просто люди из тех же домов, которые пострадали, потому что они говорят, ну а смысл мне сидеть дома, там темно и холодно, а здесь полезное дело, давайте я вам помогу, и всем, кто страдает вместе со мной. Мы хотим делать какое-то доброе дело в этот трудный час. Причем у нас были ребята, которые присоединились к нам, волонтеры Суссуриска, они на собственном транспорте приезжали сюда, чтобы помочь развозить продукты. Были взрослые люди, которые после своей работы вечером писали нам и говорили, что мы готовы, давайте мы будем подключаться, какая помощь необходима. И в этих условиях тоже не ехали домой отдыхать, как кто-то мог сделать. Они включались в работу, и таких людей очень много. Общая беда, она объединяет, как говорится, и вот в данном случае это было прям очень показательно. Это прям здорово. Ну да, лучше бы объединяла радость, но, к сожалению, в данном случае объединила общая беда. Люди, я так понимаю, что независимо от социального статуса, от пола, от возраста, помогали всем и всюду. А действительно ли так много помощи требовалось? Ну, на самом деле, помощи требовалось достаточно много, потому что списки, которые были сформированы администрацией на развоз даже тех же продуктовых наборов, их было недостаточно. Потому что, когда ребята-волонтеры включались в этот процесс, они нам писали, что вот в этом доме женщина живет одна, возрастная, у нее никого нет, нужен набор. Мы оперативно отписывались в администрацию, чтобы формировали наборы, формировали новые списки, и людям доезжала помощь. Когда были развернуты первые пункты горячего питания, где выдавали воду газовые баллоны, газовые плитки, люди вставали в очередь. Ну, это действительно первая необходимость, когда ты живешь, у тебя все есть, это не замечается. Но когда у тебя выключают отопление, свет и воду, ну, жить становится... А есть же и маленькие дети в семьях, кому это необходимо. Так что достаточно много желающих было. Ну, и плюс, наши предприниматели города тоже включались в процесс, и они шли не через администрацию и готовые списки, они самостоятельно обходили дома, соседей, спрашивали, кому нужна помощь. По каждому подъезду на это требовалось очень много сил и времени, и они тоже спрашивали, ну, и наших волонтеров, соответственно, объединялись все вместе, искали, как помочь, как ускорить эти процессы, и работали сообща. На самом деле, если посмотреть на наш город, да, все равно ему еще нужна помощь. Даже в том, убирать ветки, лед, снег, он до сих пор лежит, и в некоторых местах еще сложно проходить. Помощь требуется. Поэтому не зря мы все в субботу выходили на субботник и работали. Очень много людей вышло, это тоже было показательно. То есть вроде как мы не любим все субботники, убираться далеко не каждый человек любит, но когда мы понимаем, что это очень нужно, и без этого никак, абсолютно никому все ходят по этим тротуарам, все нуждаются, выходят, люди отзываются и присоединяются. Ну вот интересный факт, да, когда я прочитала о призыве о том, что приходите на субботник, давайте уберем наш город, давайте каким-то образом поможем оправиться от той ситуации, которая произошла, очень много комментариев было на тему, а с чего бы я вдруг выходил на субботник, есть для этого ответственные службы, пускай они этим и занимаются. То есть я так понимаю, что вы как раз-таки демонстрируете прямо противоположную ситуацию. На самом деле ответственные службы действительно есть, но тот масштаб, который развернулся в городе, надо прекрасно понимать, что невозможно охватить все и сразу. Они все почистят, все уберут, но это будет гораздо длиннее во временном промежутке. А насколько комфортно людям самим ходить, спотыкаться, падать, чтобы на голову что-то с крыши падало, я думаю, это никому неприятно. И те же автомобилисты, которым нет места для парковки, потому что сейчас это лужи, глыбы, льда и ветки, ну мы же для себя стараемся, а не для этих служб. Они, безусловно, тоже работают наравне со всеми, предоставляют и где-то рабочие инструменты для того, чтобы справиться с этим льдом, потому что лопаты там не помогают. Вот мы сами закупали дополнительный инструмент, когда приглашали людей на субботник, чтобы обеспечить инвентарем для уборки тротуаров. Нелегкая эта работа, я скажу вам. Работа нелегкая, но в конце концов можно поработать полчаса вечером, зато все твои соседи смогут спокойно дойти до магазина и не сломать ноги или руки. Можно позаботиться и о себе, и о ближних. То есть девочки, вы тоже выходили? Мы словом честно отработали три часа, прочистили целый кусок тротуара, чтобы люди смогли пройти к магазину. Но во всей этой истории волонтеры доставляют воду, волонтеры доставляют газовые баллоны. Это вот сегодня, да, в тех условиях, которые произошли, вот только-только. Что касается коронавирусной инфекции, там вы выезжаете на дом. Но волонтеров-то кто-то во всей этой истории, так сказать, защищает, кто-то им помогает, я не знаю. Автомобили, как это просто, ну, физически это же все сложно. Или как-то это все группками организовывается? Есть единый портал Добро.ру, где, ну и мы вместе 2020-рым, где ребята проходят регистрацию. После того, как они зарегистрировались и изъявили желание стать волонтерами этой акции, формируются группы. Они там разделяются по интересам. Кто-то автоволонтер, кто-то готов сидеть в колл-центре, принимать заявки. Кто-то готов помогать формировать наборы, либо заниматься развозом продуктов, но своего автомобиля нет. Конечно же, в таких случаях автомобиль выделяется, если надо отработать заявку. Волонтеры обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. И это не значит, что волонтер, он работает каждый день, вот с утра и до вечера. Нет, конечно, в первую очередь это должно быть комфортно самому волонтеру. Это все добровольно. Вот есть у меня силы сегодня помогать? Я пойду и сделаю все, что смогу. Завтра у меня нет сил помогать, я отдохну. Поэтому, безусловно, поддержка есть. Она и со стороны волонтерских корпусов, и с нашей стороны мы всячески там подбадриваем, поддерживаем, как-то стараемся максимально обезопасить их работу. Ну и безусловно, у акции всегда есть партнеры, готовые помочь, поддержать, что-то предоставить. И мы, и федеральный штаб работают над тем, чтобы этих партнеров становилось больше, и сервисов для волонтеров тоже было больше. Мы ни в коем случае своих волонтеров никогда не кидаем, не бросаем в каких-то трудных ситуациях, следим от начала и до конца, чтобы у них все было хорошо. Ну, мало ли, все бывает в нашей жизни может случиться. Мы четко следим, чтобы у них все было хорошо. И они были обеспечены всем, чем нужно для работы. ЧАЭС рано или поздно закончится, все мы будем отмечать Новый год. Но корпус продолжит свою работу, акция продолжит свою работу. И она будет также дальше на коронавирусную инфекцию направлена. В первую очередь, конечно, да, будем работать с категориями, которым тяжело в этой ситуации. Мы не бросаем всех остальных, мы не отказываем в помощи. Все нуждающиеся могут оставить свою заявку по единому номеру горячей линии, это 8 800 234 10. Позвонить – это единый федеральный номер для всех. Он круглосуточный, абсолютно бесплатный. Можно позвонить, назваться, сказать, какая проблема, в чем нужна помощь. И мы уже непосредственно направим волонтера на эту помощь. Кто может стать волонтером? Любой желающий. Вот кто захотел, вот сидел-сидел дома, такой, хочу быть волонтером, регистрируйтесь и добро пожаловать. Мы всегда рады новым ребятам. Ребятам это может быть, если вдруг кто-то проживает не в городе Владивостоке, а в крае. В крае тоже работают эти центры, акции существуют во всех муниципалитетах. Поэтому с любой точки нашего Приморского края можно присоединиться к этой замечательной акции и внести что-то свое, какую-то долю тепла подарить людям, которые в этом действительно нуждаются. Юль, ну ты давно работаешь с волонтерами, это все знают в нашем городе. На твоем опыте, на твоем примере самый молодой, самый пожилой, возрастной волонтер? Самый молодой волонтер из моего опыта у нас были ребята, которым было 5 лет. Они приходили, они, ну все же зависит от акции, в которой они помогают. Вот субботник, надо высадить цветочки в парке. Конечно же, ребенок с мамой приходит, это же замечательное занятие, посадить цветочек и ничего особо энергозатратного не требует. Вот дети высаживают цветы. Если какое-то крупное мероприятие, там чуть постарше ребята, разложить грамотки медальки, тоже ребенок вполне себе может помочь. И есть у нас корпус серебряных волонтеров. Замечательные люди, активные, жизнерадостные, дадут фору любому молодому волонтеру. Они всегда впереди в планеты всей, всегда готовы помогать очень. Ну, у них появилось свободное время, они чувствуют в себе силы, их надо куда-то тратить, надо тратить хорошо, да, заниматься добровольчеством. И вот там, ну, 8... Им всем 18 плюс. Они всегда 18. Ну, а как иначе? Они молоды душой, они очень активны, поэтому им всегда 18. Так, что надо сделать для того, чтобы стать волонтером? Проявить свое желание. Ну, в идеале, конечно, зарегистрироваться на сайте, чтобы мы увидели эту заявку, могли позвониться, и зац, и уже рассказать более конкретно. Можно просто обратиться в наш центр. Тоже номер очень короткий, очень простой. 279-17-10. Позвоните, скажите, что вы хотите стать волонтером, мы дальше направим и расскажем, что и как делать. Все максимально просто и доступно. Еще интересный момент. А дети, они же с согласия родителей только идут или нет? Да, безусловно. Они изъявляют желание. Если это дети не про 5 лет, как я рассказывала, а постарше, то, ну, как бы чаще всего родители их приводят. И говорят, что вот у нас ребенок хотел бы очень заниматься добровольческой деятельностью, либо волонтерской деятельностью. Когда им формируется волонтерская книжка, тогда, безусловно, требуется согласие родителей. Если просто принять участие в акциях, мы, опять же, смотрим формат акции, что мы делаем, что это за мероприятие, и со скольки лет туда можно брать ребят. Если это какое-то крупное, серьезное, 18+, соответственно, только 18+. Если какое-то более или менее такое местечковое событие, где могут поучаствовать ребята, которым нет 18 лет, и ничего в этом страшного не будет, то мы берем туда таких ребят. Когда мы зовем ребят, естественно, мы отвечаем за них. То есть мы смотрим, чтобы все были в безопасности, никто не потерялся, не пострадал, никто наших ребят не обидел. Мы всегда как почечки и цыплята. Мы такие, так, ребята, ребята. Одна большая дружная семья, где все друг о друге заботятся и переживают. Делают максимально комфортные условия сосуществования. А навыки какие-то должны быть у волонтеров? Этому обучают? Ну, я не знаю, может быть, вы какие-то инструктажи там проводите? Что-то вот такое. Всегда. Перед началом каждого мероприятия у нас есть инструктаж. Помимо этого, у нас есть еще и школы волонтеров, когда мы обучаем новичков, которые не очень понимают, что это за деятельность, что нужно делать. Мы их обучаем основным навыкам, таким базовым, чтобы можно было начать. Но вообще волонтерская деятельность – это то, где можно постоянно учиться и совершенствовать все свои навыки, прокачивать абсолютно любые стороны своего характера, становиться профессионалом в очень многих сферах. То есть волонтер, он сам себя формирует и самообучает в процессе своей работы. Мы очень часто любим приводить примеры из нашей практики, да, из ребят, когда приходят ребята, даже на школу волонтеров, либо просто приходят на мероприятия, и они очень такие скромные, зажатые. Но всегда страшно, это работа с людьми, это всегда требует определенных навыков. И они такие стоят, там страшно подойти что-то спросить, страшно что-то сказать. Но после буквально нескольких мероприятий эта тенденция меняется, да. Они становятся настолько уверенными в себе, они могут подойти к любому человеку, решить любую проблему, которая у него возникла. И что самое важное для нас, что ребята, которые вот прошли через это, новенькие, которые приходят, они их берут под свое крылышко, здороваются, знакомятся, провожают, рассказывают, всячески поддерживают. То есть никто никого не бросает, а это очень важно. Когда ты чувствуешь поддержку, чувствуешь, что за спиной у тебя тыл всегда прикрыт, то можно гору свернуть. Да, согласна. И я всегда в такие моменты вспоминаю, это как в журналистике. Вот у меня была школа блиц-опросов на улицах, вот где любые вообще комплексы сходили на нет, потому что тебе надо было это делать. Так же, видимо, и здесь. Ну вот, кстати говоря, на школе волонтеров раньше было одно из любимых упражнений. Это когда тебе давали скрепочку или зубочистку, и ты должен был на улице наменять ее на что-нибудь прикольное. Примерно то же самое, да. И они как раз уже пытались раскрываться, потому что у всех всегда в глазах страх, да что я же ничего не смогу с ней сделать, никогда. Потом такие приходят, истории рассказывают, а мы так общались с ними, познакомились. Все очень меняется в процессе всегда. Сколько вообще сейчас всего у акции «Мы вместе» волонтеров? Есть какие-то цифры, данные? Прям точных цифр нет, потому что их количество меняется каждый день. Каждый день люди прибывают, люди регистрируются, и отследить точную цифру, чтобы не соврать, сказать невозможно. Но если мы говорим про первую волну акции, когда работал штаб, то в этот период зарегистрировалось более 800 волонтеров. И мы сейчас стремимся нагнать эту же цифру, чтобы качественно и своевременно оказывать помощь всем нуждающимся и в городе, и в крае. Это только по Приморью 800? Да, только в Приморью. А как-то поощряются сегодня волонтеры? Ну, деятельность волонтерская. Как-то где-то отмечается, я не знаю, может быть, при поступлении в ВУЗ галочка ставится. Поощряется всегда. Помимо грамот, которые потом укладываются в портфолио волонтера, который дает ему шанс участвовать в разных конкурсах, номинациях, получать губернаторскую стипендию повышенную, есть волонтерская книжка, о которой я говорила ранее. Это своего рода трудовая книжка волонтера. Там проставляются все мероприятия, которые волонтер отработал. И вот эта волонтерская книжка, заполненная волонтерская книжкой, не с одним мероприятием, она дает дополнительные баллы при поступлении к ЕГЭ. Но чаще всего ребята приходят не за дополнительными баллами, они приходят за эмоциями, которые они получают в процессе работы. А все остальное, грамоты, волонтерка, это все становится вторичным, но оно как бы есть, доходит до того, что ребята просто не забирают свои грамоты, потому что мы там, у вас грамота лежит, да? Когда следующее мероприятие? Да, люди приходят за эмоциями, за общением, за развитием каким-то совершенствованием, знакомствами полезными. А все, что есть сопутствующее материальное, его тоже хватает, но оно вторично, намного вторичнее, чем то, что получается от общения, от самого мероприятия. Эти впечатления, они по факту вообще бесценны. Девочки, ну сегодня люди нужны? Всегда, люди нужны всегда. Никогда никто не бывает лишним. Руки пригождаются. Каждый день появляется какое-то новое мероприятие, какой-то новый запрос, и мы всегда ищем людей, которые готовы к нам присоединиться и помочь. Сегодня это расчистка города, коронавирус. Что это, большей части? Это все и сразу. Мы работаем по всем направлениям, не забывая ни о чем. Мы стараемся держать во внимании всех. В том числе у нас, например, в пятницу будет благотворительная ярмарка, на которой будут работать наши волонтеры. Мы не забываем никого и помогаем сразу везде. Еще волонтеры задействованы, мы не озвучивали. Они помогают в медучреждениях. Там тоже очень нужны волонтеры. И когда поступил запрос, ребята тоже отозвались. Они помогают в регистрации анализов на ковид. Они вносят это все в базу компьютерную, потому что сотрудники, понятно, задействованы на другом. Им надо находиться, грубо говоря, в красной зоне. А вот эта работа у них провисает. И тут как раз нужна помощь волонтеров. Медицинское образование иметь не обязательно. Может помочь любой желающий, кто умеет работать с компьютерами. То есть они, вот эти все данные по анализам, я где-то еще читала, что обзванивают в том числе. Есть и колл-центры, но в первую очередь сейчас медицинские организации просят работать именно с компьютером, потому что бумажной работы очень много, и они не справляются с этим объемом. Тут просто берешь бумажечку, переносишь данные в компьютер, и все, ничего сложного. Но это огромная помощь медучреждения, освобождаются люди на более важные занятия. Волонтерам, самим волонтерам, какая сегодня нужна помощь? Поддержка, внимание, чтобы о них не забывали, да? Для них очень важны слова благодарности и улыбки от людей. У нас волонтеры, которые работали на точках раздачи питания, рассказывают о том, что теперь их в автобусе узнают, подходят, говорят спасибо, что это хорошее. И это очень приятно и поднимает настроение на целый день вперед. Следующие планы какие? Ну вот, что-то запланировано, какие-то мероприятия, какие-то... Сейчас у нас идет неделя добра, посвященная Международному дню волонтерства. Мы учим, заинтересовываем ребят. Дальше у нас конкурс «Волонтер года». Мы продлили прием заявок, принимаем еще от ребят, которые целый год работали и хотят доказать, что они молодцы и лучшие в крае. И еще у нас сейчас завершаются два конкурса проектов. Опять же, волонтерских, социальных и от учреждений среднеспециального образования и, в принципе, от любых волонтерских организаций. Поэтому весь декабрь будет активный. Мы будем реализовывать эти проекты, помогать ребятам и активно рассказывать о том, какие интересные идеи у нас в крае есть, кому можно присоединяться, чтобы работать вместе с ними. Девочки, я желаю вам побольше интересной работы и поменьше работы, которой необходимо здесь и сейчас, как это произошло с условиями ЧС во Владивостоке. И, конечно, побольше вам восторженных людей и восторженных откликов. Спасибо. Это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о работе добровольцев и акции «Мы вместе». В гостях у нас были старший специалист автономной некоммерческой организации Центр содействия и развития молодежи Приморского края Юлия Бурцева и Ирина Стадник, руководитель регионального штаба общероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе». В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова